МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Сергей Офимцев, ведущий программы «За кулисами большого экрана». Хочу заверить вас, что в казахстанском кинематографе, как за кадром, так и в кадре, работают талантливые люди. Некоторые сами пишут сценарии, сами снимают и сами себе режиссеры. Заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Казахстана, кинооператор, кинорежиссер, драматург и общественный деятель Игорь Александрович Вовнянко в далеком 60-м увидел, как на площади Коминтерна снимают кино. В тот день юноша и выбрал свой путь. Жамбу снимали. Я тогда впервые увидел всю эту оснастку всей этой кинографической съемочной площадки. В строе были декорации, дома. Все это завораживало. Актеры, костюмы носили, переодевали, примеряли. Гримеры наводили, бороды клеили. Мне хотелось самому зарабатывать деньги. Хотя я был в достаточно очень состоятельной семье. Мама доктор медицинских наук. А папа у меня тоже был очень, так сказать, высокотехнологический работник, инженер на предприятии. Игорь Вовнянко буквально тянуло на киностудию. Он увидел на проходной человека с ящиками и помог ему занести оборудование в здание. Тот оказался оператором и взял парня с собой на съемку. В душе отложилась эта мысль, что надо все-таки попытаться на «Казахфильм» устроиться. И я начал туда прорываться и прорвался. Прорвался, и меня устроили помощником ассистента в цех комбинированных съемок киностудии «Казахфильм». Вытирать станки, мультстанки, где снимали мультипликацию или титры для фильма. Следить за всей этой аппаратурой. Но это уже было благородное, я был сопричастен. Я видел людей, которые делали этот киноматограф, творили это. Я смотрел, как по двору киностудии «Казахфильм» Александр Карпов, режиссер был, который после «Цокса» остался здесь в киностудии. А Ром, режиссер. Айманов великий, да, так сказать, там, бегали. Марк Беркович снимал как раз с шокеном киночитающим Аймановым. Он запустился в производство фильма в одном районе. В главной роли играл молодой начинающий артист Асанали Ашимов, который был немного старше Игоря Вовненко. С тех пор оба мастера считают себя братьями. Он в роли актера молодого, я в роли помощника оператора в этой съемочной группе. Впервые соприкоснулся, когда я появился на съемочной площадке живой натуры, где были и, значит, актеры, статисты, массовка, камеры, звук там и прочее, прочее. Все, жизнь покатилась. Это завораживающая магия, так сказать, киноискусство. Это, значит, широкое познание мира, осмысление его, потому что это люди, натура, поездки. Я стал заложником и пленником этого кинематографа. С легкой руки Шакена Айманова Игорь Вовненко поехал учиться в Москву. Он меня звал Жагор, не Игорь, а по-казахски Жагор. И он, значит, ко мне как-то подходит и говорит, знаешь, Жагор, хватит тебе болтаться по этим съемочным площадкам. Ты все освоил здесь, тебе все понятно. Давай учиться в Москву. Я тебя благословляю, дуй в Москву. И я поехал в Москву. 64-й год. Я поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии, значит, на операторский факультет. Это мастерская профессора Волчика. Это нашего патриарха, ветерана советского кино, который снимал с Ромом и прочее, прочее. Недавно учиться до конца Борис Волчик отправил молодого оператора в город Куйбышев снимать многосерийный фильм. Тогда была эпоха телевизионного кинематографа. И впервые мне юнцу, юнцу, я юнец, молодой, еще, так сказать, не оперившийся, по сути дела. Но знал технологически все эти дела. И мог уже сам снимать. Все знал, что такое композиция, что такое свет, что такое мизансцена, все эти дела. И он меня направил на многосерийный фильм в Куйбышев. Куйбышев, где на базе телевизионного комплекса Куйбышев кинематографисты снимали фильм. Меня назначили оператором-постановщиком. Я еще не получил ни диплом, ничего. Меня оператором-постановщиком. И я стал, значит, снимать многосерийный. То есть тогда еще их не было толком. Вовнянка понимал. Мастер присматривается к нему. Готовит, чтобы оставить в Москве. Но Волчик неожиданно ушел из жизни. И оператор вернулся домой. Я верен был своему духу. И соскучился по стране, где я родился. Это Казахстан. По семье, когда я уже был молодым, значит, мужем. И семья у меня была. И я рванул снова. Куда? Казахстан. Приезжает к нам дипломник режиссерского факультета мастерской Чухрая Шиллер. Юрий Шиллер. Он режиссер, автор сценария «Вовремя и сон», который в Казахстане живет, в Алматы. Значит, это про иноосферу. Станция иноосфера. Я назначаюсь главным оператором или оператором-постановщиком. То есть я всем изобразительным рядом и ответственен за весь изобразительный ряд. Вот так я стал, значит, оператором-постановщиком в довольно молодом, так сказать, возрасте. И в конечном итоге, значит, я снял где-то около 17 картин в качестве оператора-постановщика здесь. Ему было интересно буквально все. И на съемочной площадке он вникал в работу режиссера. Я смотрел, как репетирует Айманов. Я смотрел, как репетирует Бегалин. Я смотрел, значит, я снимал со всеми, с ними я работал уже нашими мастерами. Как работал Абдулак Расахпаев. Это наша великая троица кинографическая, казахстанская. И я впитывал почему-то вольно-невольно. Мне это нравилось. Мне нравилось работать с актером. Мне нравилось общаться, понимаете. Мне нравилось копаться в каких-то душевных делах, сердечных делах и прочее. И как это выразить потом, какими приемами, какими инструментарием это выразить на экране. Я, так сказать, шел параллельно. То есть я не был в стороне. Мне это было интересно. Исходя вот из этого интереса, он все нарастал, нарастал, вскипал, вскипал. И в конечном итоге я, так сказать, мне представился случай. В начале перестройки состоялся дебют Игоря Вомненко в качестве режиссера. Социальные проблемы, которые накопились в обществе, которые в народе, и из-за чего все происходило. Мне захотелось ее, так сказать, выплеснуть, выразить свое гражданское отношение к этим проблемам, так сказать, выразить. И я решил подпольным образом, тайно, тогда не было цифры, тогда была пленка, на сэкономленную пленку, тайно, снять документальный фильм Куншагальской истории. Я снял первый, как режиссер, этот фильм документальный, значит, люди, которые живут за обочиной, так сказать, будем так говорить, до той дороги счастливой, которую нам рисовали, они живут в страшных условиях, хуже цыганских условиях. Это вот в Джамбуле, на станции на одной, я увидел, которую я обалдел, а Шарашин был этим поселком, знаете, трущобом. Он решил показать все это на экране, выплеснуть свое отношение к ситуации и свое сострадание к этим людям. По собственной инициативе Игорь Вовнянко отправился в Южный Казахстан. Взял камеру и начал снимать, попросил звукооператора, чтобы он брал где нужно интервью. И выстроилась такая вот эта картина Куншагальской истории о социальных проблемах. Приняли ее, приняли, потому что это был взрыв, взрыв на экране был в документальном кинематографе. Ее не показывали, картина. Но картина пошла, пошла, имела вот такой бал, что она дошла до политбюро. Политбюро решалась судьба и картины, и людей, которые изображены, так сказать, на этом экране. Поселок снесли, их всех выселили и поселили в нормальной человеческой более-менее квартире, которая существовала. И эти жители в конечном итоге настолько были ошарашены происходящим, настолько были, так сказать, изумлены всему этому, потому что может такое случиться вдруг, что они выдвинули меня в депутаты Верховного Совета Казахстана. Но у Вавнянка были другие задачи. Ему надо было творить, и он начал писать сценарии. А на казахфильме ему доверили снимать кинокартину «Маньжурский вариант». Потом был приглашен на такую этапную картину «Господи помилуй заблудших». Я, значит, сам тоже по собственной инициативе написал сценарий. Но я нашел уже тогда, пошло после перестройки, вот эти спонсоры заводят. Я их было продюсерские дела, спонсоры, инвесторы, которые вкладывают, а не государство. И я нашел продюсера, который вложил в меня. Я снял двухсерийную картину в Одессе. В Одессе я снял, поскольку это о проблемах православия, о проблемах молодежи, которая выброшена была за борт, и которая стала искать себя не в книгах, не в учебниках, не в музеях, а, так сказать, на панели, в борделях и прочее, прочее. Он выражал свою гражданскую позицию, свое неравнодушие потерянному поколению, грядущим переменам и новым временам. В тот период на перестройку я снял знаменитую картину «Прошу исключить меня из членов КПСС». Это документальная картина. Я всегда сам пишу, потому что надо пропускать через себя, как говорится, весь материал. Тогда это легче снимается, лучше понимаешь материал и знаешь, как с этим инструментарием работать. Это о проблеме развала коммунистической партии Советского Союза. Я объехал весь, так сказать, Советский Союз до развала, снял всех, кроме Горбачева, Ельцин у меня, снят там все эти события Фергана и Реван, кровавые события эстонские и прочее, прочее. Председатель Союза кинематографистов Казахстана Игорь Вовнянко стал режиссером криминальной драмы. Сериала об операции КНБ по реализации межгосударственного проекта по вывозу за пределы страны, неиспользованного в мирных целях высоко обогащенного урана. Снял картину «Урановый тайфун». «Урановый тайфун» – это, значит, картина по заказу государства. Игровая картина, 8-серийная. Она идет через каждый месяц по нашим каналам. Этими таблетками, этими урановым сырьем заинтересовались другие, третьи страны. Они хотели, так сказать, выкрасть, чтобы сделать собственную, так сказать, ядерное вооружение. Ну, в конечном итоге была такая операция, это такого в духе приключенческого немножко, есть и пив-пап 8-серий, есть, так сказать, операции такого кабинетного порядка оперативные, всякие, прочее, прочее. Все наши лучшие актеры заняты там, прочее. Ну, такая серьезная, солидная картина, я так считаю. Мастер считает, что самое главное для человека – это возможность самовыражения. Человек, он – это накопитель, правильно, накопитель духовных ценностей, каких-то пониманий, гражданских позиций, художнических позиций, нравственных позиций, пилософских, так сказать, накоплений. И когда все это накапливается, хочется через что-то выразить это, правильно? Я знаю много людей, которые, могут, по 40-50 лет прожили в Казахстане, там, или в Киргизии, или где-то, или прочее, а потом поехали в Израиль, или куда-то, почему-то они быстро умирают, потому что, получается, разрыв. Его творчество связано с землей, на которой он родился, и ему дорого все, что происходит в казахстанском кинематографе. На одном из совещаний Игорь Вовнянко напомнил собравшимся слова вождя мирового пролетариата о важности такого искусства, как кино. Я перефразировал ее немножко, и, так сказать, под общие аплодисменты и смех, я сказал, представляя казахский кинематограф, я сказал, из всех искусств для нас важнейшим является казахское кино, чем вызвал бурю аплодисментов, туда-сюда. Я был отсюда, поэтому это мне все близко, свое родное, как бы там ни было. Мне даже многие мои друзья казахи говорят, ты больше, чем казах. Я больше знаю Казахстан, я знаю всю ландшафтную культуру, бытовую культуру, там, я не знаю, архитектурную, так сказать, я знаю искусство, так сказать, все. Я это знаю, чувствую, понимаю и могу оценивать и свои точки зрения выкладывать. Мэтра казахстанского кинематографа Игоря Вовнянко беспокоит экологические проблемы. Много лет в казахском театре драмы шла его пьеса о трагедии «Орала». В театре я получил уже за нее гран-при, в театре 8 лет шел вот спектакль. 8 лет я шел, с удовольствием зритель видит, что мы живем не в лакированном каком-то мире, да, кстати, не из-за такой малиново-красного цвета, а мы живем в очень суровом мире. Николай Конников должен был играть главную роль, это капитан, который продолжает жить на корабле, который корабль в песке остался. Все уже, моря нету, а пески и корабль, и в этом корабле живет капитан, который ждет, когда море придет в сказке, когда вода придет. И чтобы «Орал» снова ожил ее. Я, в принципе, по определению, я социальный режиссер. Меня волнуют социальные проблемы, как они влияют на общество, на человека, как изменяется мир и прочее. Если «Орал» гибнет, так это же, ну то о нем надо бежать, на бат ставить, надо колокола ставить и бить, правильно, в колокола, для того, чтобы эту проблему решить. Многие художники затронули в своем творчестве тему погибшего моря. Древняя пословица гласит, каждая пустыня имеет свое будущее, и люди должны помнить об этом. По мотивам поэзии Жараскана Абдрашева была снята поэтическая элегия о первой любви и о трагедии «Орала». Художником-постановщиком на картине был Нурлан Абишев. Я рисовал, потом я поступил в училище, в академию. И в кино вообще знать не знал, что когда-нибудь буду работать. Вот какой-то слух прошел, что будет сниматься международный проект «Кочевники». Это 2002 или 2001 год. И мы ждали, когда вот пойдем, когда начнется. Сначала слух идет. И вот так в ожидании ходили, я первый раз в «Казахфильм» пришел. И тогда есть мой Агашка, ну не то, что, друг Сабит Курманбеков, художник. Его звал на фильм режиссер Рустем Абдрашев. Он запускался дебютным фильмом. А у Сабита Ага вообще времени нет, он на другом фильме. И я рядом стою, и он говорит, вот парень стоит, окопы не прошел еще, совсем молодой. Давай его, мне было 23 года, что ли. Рустем на меня смотрит, он уже совсем молодой. Ну, Сабита Ага говорит, ну давайте дадим шанс. И меня зашкирку и в кинопроект. Это был Рустем Афильм «Остров возрождения». На казахском «Халадангельгенхас». И вот я попал туда, сразу же главным художником. И художник, и режиссер были дебютантами. Молодому художнику и начинающему кинорежиссеру приходилось постигать все тонкости прямо на съемочной площадке. А мне надо было эпоху создать там. 45-й год, 47-й год. Там все фактурное, знаете, да? Костюмы старые, лица, прически, интерьер, экстерьер, дворы, улицы. И все, у меня в одном кармане степлер, в одном кармане скотч. Пара помощников, и мы вот все видоизменяли. Там было несколько объектов. Вот дом старого солдата. Там должно быть характерное, вот даже предметы, там, папиросница, да, скажем, или стакан граненый, да, скажем, и косяк двери. Там даже вот провода я делал. Тогда вот не внутри стен были провода, а вот пробкой вытащенные наверх. Вот это делали. Потом я выбирал интерьер. У нас был хороший профессионал. Мне в помощь дали, чтобы я не шибко терялся. Колбасовский Михаил. Ему был очень взрослый дедушка. Вот он мне помогал полностью. Мы выбирали интерьеры, экстерьеры, выбор натуры называется, объекты съемок. По сценарию парни вынудили придать свою любовь. На фоне юношеской трагедии происходит и трагедия Аральского моря, когда советская система рушила судьбы, поворачивала вспять реки, нарушала баланс в природе. У меня даже в голове галереи не было фильмов. Я работал днями, пока съемки не начались, есть подготовительный период. Вот эти реквизиты готовишь, там костюмы, объекты, эскизы. В это время, чтобы я подсобрал базу, тогда была почти только пара компьютерных клубов, где можно было за 300 тенге за всю ночь посмотреть 8 фильмов. А в кинотеатре, ты почти студент, не расходишься, каждый фильм смотрит. За ночь смотрел 8-9 фильмов, там итальянское кино, японское кино, российское кино. Базу собирал, собирал, собирал и вместо образования. Я вот за месяц образование получил, пока подготовительный период был. Вот и уже багаж у меня, как все строится, делается. Нурлан Абишев быстро учился, вникал в тонкости профессий и его дебют в кино был успешен. Эскадровки – это как разведка в фильм. Вот режиссер сам же не рисует, но он должен увидеть. А у художника есть рука. И он начинает рисовать миллионы кадров, как оператор ставит камеру, как то на рельсы ставит, то на кран ставит. И вот это, чтобы все виделось, как в розетку сходить за языком на войне. Кадр рисуется, как будто, например, машина едет, надо показать, как машина вот всю колею. Ну, и это, получается, с кадра, с неба. Камера крепится на кран, и постепенно спускается, спускается, и к крану подъезжает уже машина крупно. Длинная лента ребят, например, в школу идет. Его одним статичным кадром не покажешь. Это лучше сопровождать. Это, получается, камеру ставят на рельсы. И вот так и катают. Художник – это основные локации должен придумать, входы, выходы и красоту, да, скажем, двора или там крепости, или замка. И если художник умеет, то это очень хорошо, если раскадровки умеет. Ну, хотя это отдельная профессия. Другими словами, художник должен объять необъятное, увидеть некую реальность у себя в голове, перенести ее на бумагу, а затем уже на площадку. Самое основное – видение кадра, композиция кадра. Вот, например, видишь кадр, сразу же представляешь там актеров, хотя их пока нету, и все, до крупинки должно быть той эпохи. Даже вот монштук на сигарете, да, скажем, вот это все должен художник просканировать. И вот мы с честью, я так думаю, отработали этот фильм. Ну, он получил такую кучу наград, и за художника тоже, за художественное оформление фильма. Рустен сам много тоже за фильм получил. И мы отработали этот фильм, и уже ко мне начали цепаться предложения потихоньку, потому что люди же видят, хороший фильм получился. Второй фильм у меня «Кочевники». Ну, дождались, в общем. Нурлан Абишев – живописец, график, иллюстратор, создатель оригинальных скульптур, участник многочисленных выставок, удостоившийся наград различных фестивалей. Наряду с традиционными казахскими образами он создал собственный стиль в абстрактной живописи и известен как певец городского пейзажа. Его работы хранятся в музеях и частных коллекциях во многих странах. На проекте «Кочевники» он был помощником Франко Фумагали. Скажем, вот строилась крепость огромная, да, его строил Крека, главный художник. А главный декоратор, он оформляет все стены. Вот я был в шоке, как Франко работает. Он 70 лет юбилей исправил тогда. У него в голове такая галерея, он по барыголке ходит, вот эта ткань, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта. Выбирает чашку, вот эту, вот эту. Там сено, вот такую, лопату, такую, арбу такую, пушку такую. Собирали в склад, собирали, собирали. А уже, когда на объект перебросили, он все вот это дирижировал. Пушку туда, телегу туда, лошадь туда. Вот то, что главный художник построил, декоратор должен все это оформить. Стены старинные, кирпичные, ткани там на базаре люди продают, например, лук, мешок старинный там, по-старинному вяжется, да, лук, полки, арба вся зафактуренная, полукривая, вот это быт создал. Художник-постановщик Нурлан Абишев, лауреат кинофестиваля «Звезды Шакена-2004». Он получил гран-при на фестивале «Киношок». Стал лауреатом российского кинофестиваля «Золотой Витязь». Кино дало, это отдельный целый мир. Это же кино, что такое, это же иллюзия. Как бы ее уже не пощупаешь. Это просто лента или цифра, да? Но как бы оно дает, прямо в сердце действует или на душу, или на мозги. То есть это такое оружие, можно сказать, что оно создается физическими вещами, там, да, пол, там, воздух, деревья, но закупоривается в цифру, заливается. И все, и это тебе и идеология, и политика. Но это огромный мир, большой, конечно. Кино, в чем мне помогло? Что, вот видите картины? Я за секунду, вот что мне нужно, кадров вычерчиваю из реальности, что мне нужно. Вот как в кино. Вот кино, видишь, там действие происходит, да? А как пейзажист, вот моментально, в одну секунду увидеть колорит, композицию. А там уже руки должны добивать же, маски, там, мастерство, вот это все. Вот это видение камерное. Когда в мастерскую врываются две дочки, отцу становится тесно. Девочки занимают всю свободную территорию, включая рабочий стол, диван и даже пол. Нурлан не мешает им творить. Помнит, что сам был таким. Старался не расставаться с бумагой, карандашами и красками. Когда-то с выбором профессии ему помог отец. Теперь Нурлан сам папа и верит, что талант передается по наследству. И мастера не зря беспокоят морально-этические вопросы. Слишком много насилия на экране. Была бы его боля, снимал бы доброе кино. В жизни Нурлана Абишева было еще несколько картин. То есть он успел погрузиться в иную реальность. То есть мир кино. Программа «За кулисами большого экрана» и я, ведущий Сергей Уфимцев, прощаемся с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова